Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам, нужно ли делать кардио, когда нужно, когда не нужно и зачем оно делается вообще. Потому что я не делаю кардионагрузок очень-очень-очень много лет, во время тренировки. Конечно же я могу побегать периодически, поездить на велосипеде, я на велосипеде езжу часто. Но бывают периоды, когда один, два года и три я не делаю никаких кардионагрузок, то есть ни велосипеда, ни бега, ни скакалки, ничего из того, что принимается за кардио в глазах среднестатистического чайника. И тем не менее, без таких вот традиционных кардионагрузок я могу тренироваться годами, и потом для меня пробежать 5, 10, 15 и 20 километров на одном дыхании не есть проблема. Тут, конечно же, диванные мастера, которые начитались теории, скажут, да, ну это невозможно, мышечная память, там все дела и так далее. Очень даже возможно, и расскажу почему. Потому что я, как правило, за одну тренировку прогоняю все мышцы, либо половину. И работают они у меня в многоповторном режиме, с маленькими отдыхами и с достаточно немаленькими весами. Ну, скажем так, немаленькими для среднестатистического фитнес-любителя, либо качонка. Для профессионалов каких-то там, лифтеров и так далее, конечно же, они будут совсем небольшие. И, значит, за одну тренировку я прогоняю все мышцы, как правило, так как я уже сказал, что-то дает мне. Это повышает выносливость и силовую выносливость, потому что, когда вы работаете в таком режиме, то у вас все мышцы привыкают к силовым нагрузкам, ну и привыкают работать долго. Также очень хорошо тренируется сердце, тренируется дыхательная система. И за счет этого я могу бегать, могу, значит, несколько лет не бегать вообще, а потом раз, пятерочку, десяточку, пятнашечку, оп, на одном дыхании и все. Не верьте, можете проверить, потренировавшись так, как делаю это я. Хотя не факт, что вам подойдет именно моя тренировка. Короче, потренировавшись под таким принципом, всего какой-то один, два, три года вы это сможете сделать. То есть я уверен и я знаю, я это уже проверял многократно, что я могу не бегать годами, ну при этом я, естественно, буду тренироваться. И потом в любой момент для меня кардионагрузка не есть проблема. Почему так? Потому что я все-таки делаю кардионагрузку, я все-таки делаю кардиотренировку, просто она у меня прошита в основную тренировку, то есть она сливается с силовой, скоростно-силовой работой. В глазах среднестатистического чайника кардионагрузка это либо бег, либо велосипед, либо там скакалка, либо велотренажер, там орбитрэк, какая-то такая фигня. На самом же деле кардионагрузку можно сделать абсолютно на любых снарядах, на любых тренажерах, с любыми упражнениями. Можно построить кардионагрузку, к примеру, на обычных там приседаниях без веса. Там присел, подпрыгнул, хлопнул, отжался, ну и так далее. То есть перемешать эти все упражнения, и будет очень крутая кардионагрузка. Очень крутая, намного круче, чем бег. Ну и потом, когда я просто бегаю, мне бегать просто так неинтересно. То есть, к примеру, после своей тренировки я могу пробежаться там, могу пробежаться, могу нет, ну, к примеру, по утрам я начал бегать, пробегаю я 3 километра, ну, мне неинтересно, вообще неинтересно. Причем пробегая в ускоренном режиме, мне это дается очень легко. Поэтому я стараюсь бегать в гору. Вот, ищу горку сейчас, к примеру, у меня есть такая возможность. Я очень поэтому люблю горы. Ну, мои ноги получают нормальную нагрузку, потому что по прямой мне бегать, ну, неинтересно. Бежишь себе полчаса, и как-то оно, блин, неинтересно. Значит, в каких случаях нужна кардионагрузка, в каких случаях она не нужна. То есть, в моем случае, когда она прошита в основную тренировку, естественно, она не нужна, потому что там она уже есть. То есть, если я прогоняю все мышцы в таком режиме, ну, к примеру, вот у меня 10, 12, 14 упражнений на все группы мышц за одну тренировку, по 5 подходов, от 12 до 18 повторений, в зависимости от группы мышц, я делаю отдыхи, ну, в среднем по 30-40 секунд. Вот такие маленькие отдыхи. То есть, есть такой принцип, когда, к примеру, вы работаете с партнером, и снаряд не отдыхает. То есть, либо работаете вы, либо работает он. И снаряд не отдыхает, таким образом получается достаточно такая вот интересная работа. Вот. Если же в некоторые моменты я могу прогонять половину, ну, четверть мышц прогонять неинтересно, половину мышцы могу прогонять, тогда я могу добавить бег. Там пару километров, в принципе, мне достаточно будет. То есть, нужно еще рассчитывать свои силы, чтобы не переутомляться. Потому что, к примеру, если вы убили достаточно сильно на тренировке, а потом еще пробежали, как настоящий супер-пупермен, ну, вы там представили, что вы супермен, пробежались еще 5-7 километров, то, как бы, эффект тренировки может сойти к коту под хвост, потому что перенагрузка, это тоже не всегда хорошо. Поэтому я всегда выбираю. То есть, если я не добрал кардионагрузки в своей основной тренировке, я могу добить это после тренировки, то есть, ну, бег, к примеру, пробегусь и все. Значит, теперь подходим к самому интересному, когда кардионагрузка просто необходима. Необходима она тогда, когда ребята тренируются в традиционном лифтерском режиме. То есть, база до отказу, то есть, одно-два упражнения за тренировку максимум, с длинными абсолютно отдыхами, в которых можно вообще заснуть, там, с малоповторка сделал, там, один-два-три повторения, ну, от одного до пяти обычно делают те, кто косят под лифтеров, отдыхают по 5 минут, по 10 минут и делают 3-4 подхода. И, по сути, тренировка, ну, блин, сложно не назвать это тренировкой, хотя кто-то обидится, конечно, но... То есть, кардионагрузки явно недостаточно. То в таких случаях нужно бегать. Почему? Потому что... Я, кстати, пробовал так тренироваться. У меня всегда болит башка. И ночью, и днем, и круглосуточно. Потому что, вот, если вы берете максимальные веса, пытаетесь на каждой тренировке, там, чуть ли не устанавливать рекорды, в тяжелых базовых упражнениях, которые включают огромное количество мышц, вот, то у вас повышается внутричеребное давление, короче, вы сильно напрягаетесь, где-то появляются микроразрывы сосудов в голове, где-то застаивается слишком кровь, и, короче, у вас болит башка, по факту. Вот. Ну, у меня так, и я знаю, что у многих есть то же самое. Постоянные головные боли, особенно если вы еще при этом много работаете умственно, постоянные головные боли. вот, поэтому, собственно, одна из причин, почему я начал почаще, значит, делать кардионагрузку в разных вариантах, и бег, и в тренировку вшивать, потому что я слишком много работаю за компьютером, и у меня от этого появляются головные боли. Раньше они меня беспокоили, потом они перестали меня беспокоить. Вот, поэтому, если вы будете работать в таком вот режиме, в лифтерском, у вас, скорее всего, будет раскалываться башка. Я не знаю, как решается этот вопрос с лифтерами. Может быть, ну, как бы, это не у всех, не для всех это характерно. Там, может быть, какие-то специальные процедуры по восстановлению, там, может быть, кто-то спасается баней, кто-то подольше спит, кто-то там что-то делает еще, но факт есть факт. Вот. И поэтому, если немножечко пробежаться, прогнать кровь через голову по всему телу, что очень важно, то, значит, ваша голова вам скажет спасибо. Вот. Но, с другой стороны, те, кто тренируется с, ну, по базе, пресловутой базе, базу до отказу, значит, они очень боятся бегать, потому что говорят, вот, я начну бегать, у меня там мышцы посыпятся и так далее. Ну, скажем так, это уже личное дело каждого. Тогда уже выбирайте. Если у вас голова не болит, все нормально, то все нормально. Если башка раскалывается, то нужно добавлять кардионагрузку, это очень хорошо работает. Вот. Как минимум для головы это очень-очень важный момент. Ну, плюс, опять же, это повышает обмен веществ и так далее, и так далее. Значит, ну, и важно, конечно же, с кардионагрузкой не переборщить, потому что, если вы будете переборщивать, то тренировка может пойти коту под хвост. Мне долгое время диванные мастера рассказывали, что вот, ты не делаешь кардио, это очень плохо, тебя там после тренировки вынесут, увезут на скорой помощи, рассказывали, как это ужасно. Ужасно это, если вы делаете базу до отказа, вот, и не делаете кардионагрузку, это ужасно. Если у вас много упражнений, и в процессе тренировки дыхалка разогнана достаточно сильно, кровь гоняется хорошо, льется пот, то это вполне нормально. Ну, вот, примерно как-то так выглядит ответ на этот вопрос. В двух словах, как видите, отвечать не получается. Вот, если есть у вас дополнительные вопросы на эту тему, я на них с радостью отвечу, постараюсь найти время. До новых встреч. Продолжение следует...